итак дорогие ребята друзья мы сейчас проходим тренинг по специально мануальную массажу и я вам расскажу такие некоторые нюансики да это вот про энергетику во первых когда у нас идет работа в тело человека сейчас мы только растирание делаем до растирает поверхностные слои нам главное задать трение практически кожа смотрите как можно растирать вот стол не шатается до никто делать вот так вот стол начинает шататься видите это вот уже уже неправильно мы не должны передавать энергию нашу на расход для стола во-первых стол травмируются да во вторых ну как это все равно что вот включить обогреватель в комнате с открытым окном да то есть энергия расходится впустую да поэтому вы не расходить энергии на стол он нам не нужно нужно ее послать в тело человека чтобы туда послать мы делаем дополнительный импульс за счет своей позы это как вот в каратэ удар идет помните да от пятки к бедру от бедра к плечу от плеча в руку поэтому задаем такое движение быстро энергично от бедра бедро прошло и вот то есть чем больше импульс мы создали тем больше тепла перейдет в тело человека вторая рука может работать либо как маховик вы машете до рукой него она придерживает стол также бедрами кстати стол тоже придерживаете либо придерживать человека чтобы он тоже заметить не качался да потому что бывают некоторые такие занятия но люди по разной консистенции бывают сметанообразная пластина в разные деревянно образно и некоторые такие желеобразные прямо скачаются придерживайте человеку чтобы он не качался вот конкретную зону надо работать с ним работа начала человека придерживаем потом мы идем по зонам согласно учению чакрах так скажем вторая чакра у нас находится в точке на тень который примерно четыре пальца ниже пупка в глубине в центре тела человека она отвечает за наше влияние в этом физическом мире она хорошо развита таких людей которые повара там столер массажист до который работают руками они все делают возле этой зоны и поэтому отсюда мы энергию направляем в тело человека например художник рисует вот на этом уровне у него без души идет душевная чакра до анахата вот он ей рисует мы работаем это чакрой поэтому смотрите центр нашего воздействия должен быть вот мы работаем сейчас общее от общего часа мы идем от затылка до ягодиц значит наши чакры должна направлена быть по центру этой зоны переходим на зону плечо-лопаточную да вот мы развернулись и у нас получается наша чакра по центру этого зона находится переходим на ягодицу вот развернулись вот наша чакра находится на против и по центру ягодицы работаем с плечом до перешли вот сюда вот такой шаг сделали раз наша чакра находится здесь работаем с этой зоной так ну и соответственно наше движение буду тоже они избавятся гонзи от этого в короткие такие движения пошаг вперед шаг назад разворот на пятках ну вот покажу то есть у нас одна нога по клеточкам видите стоит перпендикон на нашу положенную корпус и другая регулярно еда с небольшим двором внутрь вот мы переносим вес тела с ноги на ногу надо переступить вперед пол шага вперед надо назвать пол шага назад надо развернуться на пятках разворачиваемся загородным работаем да ну вы можно поменять по 40 градусов сюда работаем вот нашего центра пусть энергию болем из вот этого чакры сейчас мы дойдем на трасский на практике отработаем а если вы настолько смотрите то мало чего поймете потому что нужно присутствовать здесь и все отрабатывать на живую натуре на практике мы поставим руки и вы уйдете готовыми специалистами пока пока дорогие друзья